Привет, меня зовут Даша, и я прошу прощения за мой кричащий чай на птицу. Это буквлок, в котором я традиционно отчитываюсь в конце месяца о прочитанных за прошедшие 4 недели книги. И мне очень-очень стыдно. Я прочла все вот ее книги. Ну, так уж получилось. Я не тупая. Я просто как-то вот... Ну, вот так вот. Так получилось. Ну, ладно, не будем ныть, начну. Одну из этих книг ты могла видеть у меня в новинках моей библиотеки. Ну, последняя версия этого видео. Это Донцова Клеопатра с парашютом. Как бы о ней я уже рассказывала, поэтому нет смысла повторяться. И вторая книга, она из разряда перечитанных. Очень люблю эту книгу. Это Нефертити, автор Николь Видаль или Видаль. Я, честно, не знаю, как правильно произносить. Ставится удаление. Это типичная книга-роман. Исторически, если сравнивать с тем, что известно египтологам, археологам, историкам о Нефертите, Эхнатоне, о Манхотепе IV, о Тее, вообще об этой династии, кажется, она XVIII, очень много противоречий, очень много несовпадений. По сути, совпадают только имена правящих людей в тот период. И всё на этом. Все остальные события, они подобраны под читателя, чтобы было интересно читать. То есть автор не преследовал цель полностью отобразить историческую действительность, которая имела место быть. Она даже не попыталась взять за основу достоверно известные факты, то, что известно, хотя известно достаточно мало об этом, и дальше уже логически развить. Нет, она просто не писала любовный роман, действие которого происходит в определённый исторический период, с определёнными историческими личностями, которые имели место мыть. Именно в тот период царствовали, существовали, жили. В общем, понятно. Как роман? Книга отличная. Я её перечитываю уже, наверное, бесконечно множество раз. Я её уже перечитывала. У меня есть варварская привычка подписывать все свои книги. Обычно я их подписываю сзади. Но так как это поле пусто, можно предположить, что мне её подарили. И действительно, я открываю первую часть книги. И правда, мама, зная мою варварскую привычку, зная мою любовь к тому, чтобы даря мне книги я хочу, чтобы мне её подписали. И мы видим дату. Это 8 марта 99-го года. Я решила отменить свою оценку книг в камнях, которая была. Я думаю, это глупо. И вот просто мне нравится, Даша давляет. Именно в качестве развлечений. Если ты хочешь узнать непосредственно о самой Нефертити, об Эхнатоне, 4-ом Эхнатоне, кстати, это же лицо, если ты не знала. О его отце Манхотепе III, о его жене Тее и других персонажей того времени, то есть, я бы не сказала о династии, потому что династии охватывают больше временного периода, чем он охвачивает этой книги. И почитай документальную книгу или какую-нибудь другую художественную, которая более действительно соотносится с историческими действиями, потому что в этой книге ты не найдёшь этого. Единственное, что здесь достаточно объёмное предисловие, которое написал С. Смирнов. Честно, не знаю кто это, надо погуглить, кстати. Оно размещается аж на почти на 20 страницах, которое вполне интересно, при этом ёмко и сжато, рассказывает, делает такой обзор на тот временной период, который охватывает события данного романа. При этом он раскрывает сущность некоторых богов, которые наиболее затронуты по сюжету. и даже даёт понятие о жизни после смерти. Кстати, я частично разделяю свой взгляд на вещи египтян, на то, на их представление о душе. Если тебе интересно почитать, я оставлю ссылку в инфобаре. Я в этом месяце была плохой девочкой. Почитала всего две книжки. Оба такие лёгкого чтива, не несущие никакой особой смысловой нагрузки, познавательной функции, то есть просто расслабить мозг. Я обещаю, что в следующем месяце я почту больше, честно. На этом у меня всё. Пока читай побольше. И пусть и попадаются только качественные книги. Счастливо.